О том, насколько опасны эти несанкционированные ледовые переправы, говорят, эти провалы на реке, вот видим, движется автомобиль, и в этом же месте след. Машина провалилась, но, по счастью, успела выехать. Эта машина проехала всего лишь в четырех метрах от незамерзающей полыни, при этом вся река испещрена подобными провалами. Тем не менее, автомобилисты продолжают колесить по льду, игнорируя запрещающие знаки и разрушая искусственные заграждения, которые препятствуют выезду на опасные участки. Автомобилисты игнорируют, ломают, воруют и тому подобное. Несмотря на произошедшую трагедию на данном участке реки 11 января текущего года, автомобилистов это не пугает и не удивляет, то есть говорят, что нас это не коснется. Как в последний путь, ежедневно по этой переправе едут жители поселья. Экономия по времени полчаса, но чем это может закончиться, они предпочитают не задумываться. Знаки видели, что? Не, не видел. Не видели знаки? Нет. А то, что здесь трагедия недавно произошла, машина под лед провалилась, вы знаете? Нет. Думаете, безопасно здесь приезжать? Ну, все приезжают тут. А эта фотография сделана всего лишь в 100 метрах от места нашего интервью. 11 января пьяный житель поселья с тремя пассажирами провалился под лед. Один из них утонул. Но это не останавливает водителей. Всего лишь за полчаса было задержано и оштрафовано 8 правонарушителей. Согласно части 1 статьи 8.42 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях, санкция статьи предусматривает от 3 до 4,5 тысяч рублей. Штрафы и заграждения не способны в полной мере остановить поток автомобилистов. Остается надеяться, что трагический урок приведет в чувство безрассудных водителей. Намсара Намсара, Виктор Горновской. Новости дня.